Мы с вами начинаем наш замечательный курс, который имеет красивое название, там, «Мудры ли афиняне?» и так далее. Я думаю, вы скоро поймете, почему он называется так, почему афиняне в заголовке, хотя, как бы, какие там афиняне в самом диалоге. Но мы начнем не с диалога, не с чтения диалога, мы начнем с того, с чего мы начали в прошлый раз. Вообще, надо бы начать со знакомства. Там вот сидит Богдан Александрович, это Дарья Тимофеевна, это София Алексеевна, это первокурсники. Они не заслужили своих имен еще. Но это, знаете, классическая викингская традиция, в первый год ребенку имя не дают. Высокий шанс, что он не доживет. Вот во второй год уже можно. На самом деле, это Екатерина Дмитриевна, а вы, Андрей Алексеевич, вот хорошо. Мы начинаем с того же, с чего мы начинали в прошлый раз. С вопроса о том, зачем мы должны изучать политическую философию. В прошлый раз, я имею в виду в тот прошлый раз, когда был Богдан Александрович. Вы помните, да, вы знаете, что если вы посмотрите сейчас на политическое знание, в самом широком его спектре, вы не найдете там политической философии. То есть вы найдете политологию, найдете политтехнологию, найдете политическую мысль даже какую-то. Вы можете, если вам вдруг повезет, найти философию политики. Но вы не найдете себя человека, который бы назывался политическим философом, и не найдете политической философии как таковой. При этом, если мы оборачиваем свой взгляд назад, что мы обычно и делаем во всяких непонятных ситуациях, выясняется, что в прошлом как раз таки нет никакой ни политтехнологии, ни политологии, ни философии политики, даже политическая мысль. Ну, она есть, да, она есть, конечно, но она не носит статус серьезный. Ни тогда не носила статусы серьезный, ни сейчас не носит статусы серьезный. Зато вместо них есть политическая философия. То есть перед нами целая, разбившаяся на несколько частей. При этом мы понимаем, что политическая философия гораздо более всеобъемлюща, гораздо более глобальна, чем те части, как ее, которые сейчас существуют. Но то, чем занимается политтехнология, вы понимаете, это вообще не предмет знания. То, чем занимается политология, часто пересекается с политической мыслью. Люди, называющие себя политологами, часто неотличимы от политических мыслителей. И чем больше мы на это смотрим, тем больше понимаем, что такое состояние политической философии, раздробленное, оно неудовлетворительно. С одной стороны, политическая философия потеряла характер знания. Именно поэтому мы видим навыки политтехнологии с одной стороны и абсолютно ничем не подтвержденное рассуждение политической мысли с другой стороны. В то время как в классике политическая философия полностью претендовала, имела полное право на то, чтобы претендовать на получение некоего знания. Или, по крайней мере, на стремление к некоему знанию. Такое положение вещей нас не устраивает. И мы пытаемся понять не только, что как так получилось, что случилось в политической философии, но мы пытаемся понять более важную вещь, что такое политическая философия. Или чем занимается политическая философия. Для этого мы, естественно, обращаемся к началу. Мы обращаемся к тому, что такое политическая философия, обращаемся к ее началу. Мы знаем буквально точную дату ее появления. Не с Платоном, с Сократом. Но Богдан Александрович здесь помнит, в чем проблема более глобальная. В том, что до Сократа есть один человек, который занимается политической философией. Причем не просто политической философией, а полной противоположностью той политической философии, которой занимается Сократ. Это Фукидид, конечно. То есть, смотрите, реалистическая философия, политическая философия, реалистичная, почти историчная против идеалистической политической философии. Но если мы взглянем на историю как таковую, мы увидим, что Факетит Рождение называет себя не политическим философом, не философом. Он называет себя чаще всего афинянин, но обычно его называют историком. Первый, кто выдвигает претензию на то, что он политический философ, это, собственно, Сократ. Мы, когда это слышим, мы ведь не слышим, что он говорит, что он политический философ. Кто он? Как он себя тогда называет? Хорошо, в противоположность кому он себя так называет? В противоположность софистам. Вот они как раз мудрецы. А он кто? Да, он не мудрец, он любитель мудрости. То есть, политическая философия возникает в момент, когда возникает философия. И тут возникает проблема, потому что если мы говорим политическая философия, мы автоматически понимаем, что существует а. философия, и б. какая-то ее политическая составляющая или политическая призма, через которую мы смотрим на философию. Но если мы смотрим на Сократа, получается так, что сама философия появляется, когда Сократ говорит, я обращаюсь от физики, от физики, от природы, которые занимаются софисты и все древние философы в кавычках, к чему? К человеку. То есть, философия возникает как политическая философия. Если мы, конечно, верим Аристофию, что человек-животное политическое и так далее. То есть, философия уже возникает строго, если мы не берем древних физиков, строго к привязке к политическому. И нам бы надо попытаться отделить одно от другого, чтобы понять, что именно представляет из себя политическая философия. Для этого надо понять, что именно себя представляет философия. Философия в том смысле, в каком ее представляет Сократ. Проблема здесь заключается в том, что, строго говоря, Платон, к которому мы обращаемся, когда обращаемся к Сократу, потому что обращаться особо больше не к кому. Есть, вы знаете, другой человек, есть еще третий, но третий совсем сомнительный. То есть, есть Ксенофон и есть Аристофон. Мы обращаемся к Платону для того, чтобы получить ответ на вопрос, что такое политическая философия. Ну, или хотя бы, что такое философия вообще. Потому что Сократ не называется политическим философом, он называется просто философом. И сталкиваемся с проблемой. С той проблемой, которая кажется нам довольно странной. Нет диалога, посвященного тому, что такое философия. Помните, есть диалог софист, есть диалог политик, и вы ожидаете, что третий диалог должен называться философ. И проблема будет решена, и вы будете знать, кто такой софист, кто такой политик, и кто находится между ними на стыке. Но этого диалога нет. Более того, когда в любом диалоге на вопрос Сократа, классический вопрос, что такое те есть, что такое мужество, что такое благочестие, его собеседник отвечает примером, ну, благочестие, это вот то, что я делаю сейчас. Помните, Евтифрон это говорит. Сократ злится. Сократ недоволен. Сократ говорит, нельзя отвечать на теоретический вопрос с примерами. Это не ответ. Однако, на вопрос, что такое философия, Платон оставил только примеры. Примеры из жизни Сократа. То есть, все диалоги в совокупности должны отвечать на вопрос, что такое философия. Почему? Потому что Сократ и есть философ. И то, чем занимается философ, очевидно, и есть философия. Возникает вопрос, чем занимается Сократ в этих диалогах. Заметьте, из диалогов исключены, практически исключены, те части жизни Сократа, которые к философии не относятся. Жена практически исключена. Как там Сократ ест, он практически исключен. Как он спит. Но если вы читали диалог, вы знаете, что не совсем, но практически исключено и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Платон делает ровно тот запрещенный прием, который в диалогах Сократ не принимает. Отвечает на вопрос, что такое, примеры. И мы должны поэтому в любом случае рассмотреть Платона целиком. То есть Платон стоит с Сократом у самого начала, у самых истоков. Мы понимаем, что обратиться к Сократу невозможно, потому что он ничего не оставил. И потому что то, что мы предполагаем, он оставил, то, что мы можем найти, сравнив Аристофана, Платона и Ксенофонта, на самом деле сомнительно. Почему? Потому что мы знаем, что Платон что сделал с нами? Платон. Что сделал с Сократом Платоном? Идеализировал. Да, я отсылаю вас, сейчас я скажу, куда я вас отсылаю, чтобы не быть голословным. Да, я отсылаю вас ко второму письму 314С, где Платон прямо говорит, помните, да, нет никакой платоновой записи, есть только беседы Сократа, когда он был молод и прекрасен. Если вы ищете второе письмо, то это четвертый том, это самый конец. Платон идеализирует Сократа. И перед нами предстает нереальный Сократ, ненастоящий Сократ. Перед нами предстает Сократ таким, каким он должен был бы быть, то есть философ таким, каким его представляет себе Платон. Итак, в нашей попытке ответить на вопрос, что такое политическая философия, мы обращаемся к тому моменту, когда эта политическая философия появляется, к самому началу, находим человека ответственного за ее появление и выясняем, что, к сожалению, Сократ не отделен от Платона в этом смысле. То есть обращение к Сократу – это на самом деле обращение к Платону. Мы не знаем, что сделал Сократ, но мы четко знаем, что сделал Платон. Мы предполагаем, что Сократ создатель политической философии, но мы четко знаем, кто это сделал. Обращение к Платону является абсолютно нормальным, абсолютно классическим шагом. Тут никаких проблем не возникает. Возникают другие проблемы. Что мы должны изучать у Платона в таком случае? Почему эта проблема? Потому что если мы возьмем себе платоновский корпус сочинений, то выяснится, что в качестве платонических аж Платона до нас дошло 35 диалогов и 13 писем. И тут, тут же возникает проблема номер один. Часть диалогов не признаются аутентичными из этих 35. И тут же возникает проблема номер два. Эта неаутентичность является результатом конвенции. Иными словами, ученое сообщество согласилось, что эти диалоги являются платоновскими, эти нет. Эти письма являются платоновскими, эти нет. Проблема номер два заключается не в этом, а в том, что конвенция подвержена изменениям. И это значит, что в ученом сообществе обязательно найдется часть, которая скажет, нет, все наоборот. Этот диалог, который вы не считаете платоновским, например, минус, на самом деле является платоновским. И вот доказательство. И наоборот. Эти письма, говорит там французская школа, не являются платоновскими. Немецкая школа говорит, нет, наоборот. Эти письма только и являются платоновскими. И мы в гигантском сомнении. В гигантском сомнении, с чего надо начинать. Но у нас есть выход. Выход, казалось бы, довольно простой. Надо начинать сначала. Надо начинать с первого. Какой первый? Ну, ученые же как-то датировали. Датировали, да. Я спрошу вас, какой первый? Апология, конечно. Но вот беда. У платоновских диалогов действительно есть момент создания. Причем, опять же, спорный момент. Но у платоновских диалогов есть еще и второй момент. Другая историческая дата какая? Помимо, собственно, исторической даты создания. Ну, предполагаемой исторической даты создания. Дата драматического действия. Не все диалоги, опять же, подчиняются опознанию даты драматического действия. Потому что есть диалоги, типа Алки-Виада-Первого, где вообще непонятно, что происходит. Где это происходит, когда это. День, ночь и так далее. И так далее. Сейчас это обсудим. Но у некоторых диалогов довольно четко есть возможность опознания. Именно драматической даты. И тогда у нас нет особого выбора. Мы четко знаем, какой диалог является первым. Но страх раз угадайте, какой же протогор. Конечно, протогор. На самом деле, самый молодой Сократ появляется в Пармениде. Причем там он совсем-совсем молодой. Вот прям реально молодой. Но, и это огромный плюс, Парменид происходит не на наших глазах. Парменид – это рассказанный диалог. И рассказ происходит гораздо позже. Таким образом, диалог, который нас интересует, первый диалог – это протогор. То есть, это тот самый диалог, где мы впервые видим, как Сократ выходит в люди. Как Сократ противопоставляет себя замечательным и чудесным софистам. Хорошо. Мы поняли, что надо изучать Платона. Поняли, что надо обратиться к протогору. Остался следующий вопрос. Он не последний, но следующий. Как это делать? Читать. Да, то есть, вы правы. А какой у нас еще выбор? Но, на самом деле, у нас есть замечательный ксенофон. То есть, вопрос даже не в том, читать или не читать. А вопрос, как читать. Чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть замечательный ксенофон. Спасибо им. Вы открываете воспоминания о Сократе, меморобилию. Книга первая, глава шестая. Да, да, с тринадцатого и начнем. Сократ на это отвечал. Сократ, у нас принято думать, что из красоте, знаний можно сделать ровным. И благородным, и гнусным предвлением. Так, красоты, вечно, кто подает ровнее, кому-кодно, того взывает растутников. А если кто знает, что любит человек благородный, хороший, то делает этот человек самим любым. То есть, не так. Точно так, кто подает свои знания, любые, кому-кодно, это взывает софинами. А кто заметит в человеке хорошие способности, учтил ему всему хорошему, что знает, и делает самим другом. Поэтому мы видим, что он поступает в свежий добрый гражданин. Угу. Это не связано с тем, что мы сейчас делаем, но все-таки, как поступает добрый гражданин? Из того, что он только что прощает. Когда вы говорите, что это не аминь. Нет, 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 нет. Хорошего он все знает, делает самим другом. Угу. Угу. Только кого? Хорошего и благородного. Хороший гражданин не помогает всякому гражданину. Хороший гражданин не помогает всякому человеку. Только хорошему и благородному. Благородный колонн, красивый. Иными словами, Сократ говорит Антифонту, что вообще-то помогать плохим людям не дело хороших людей. Но давайте продолжим. Как же делать хороших людей еще лучше? Вариант номер один. Отправлять к людям, которые что-то знают. Вы помните, в той же экономике Сократ обещает к Альтабулу, но что он его отправит к кому-то. К кому? То есть он технически отправляет его к Исхамаху. Да. Но он ведь обещает отправить его к тому, кто умеет обучать жену. К Исхамаху? Нет, не к Исхамаху, а к кому. Это важно вспомнить сейчас. К Аспазии. К мужу Периква он обещает отправить. Но не отправляет. Если хороший гражданин – это тот, кто помогает только хорошим людям, то есть другим хорошим гражданам, неплохим гражданам. Но даже внутри этого разделения на хороших и плохих существует градация. Сократ обещает отправить Критабула к Аспазии, но не делает этого. Почему? Почему не хочет? Почему не хочет? Ну, он не хочет. Следовательно, даже внутри группы хороших людей существует дополнительное ранжирование. Существует определенная иерархия. Есть хорошие люди, которые не могут отправиться дальше. И Сократ не отправляет их дальше. И есть хорошие люди, которые могут отправиться дальше. И Сократ отправляет их дальше. Второй способ. Прошу вас. Другу дороги. Да. То есть, для того, чтобы читать платоновские диалоги, мы используем сократовский метод. Метод совместного чтения, дружеского чтения книг. Понятно, что я бы с радостью отправил вас к Сократу и к Платону, но это невозможно. И другого варианта, кроме книг, у нас на самом деле не остается. Когда мы понимаем, что для решения нашей задачи мы должны читать замечательный диалог и читать его вместе, как друзья, и становиться друг другу ближе, как и говорит Сократ, встает следующий вопрос. Как именно мы должны читать диалоги Платона? И тут есть довольно четко наработанная традиция, которую на самом деле мы легко можем воспроизвести. Потому что, когда мы обращаемся к диалогам Платона, выясняется, что они не одинаковые. Во-первых, это диалоги. Платон не пишет трактат. Во-вторых, эти диалоги внутри себя делятся на два, или лучше сказать, три подвида. Есть диалоги перформативные, то есть, которые разыгрываются прямо на наших глазах. Есть диалоги нарративные, когда некто рассказывает, пересказывает нам, собственно, сам диалог. Ну, государство так строится, если вы помните это. Но есть гибридные диалоги. У каких-то диалогов есть преимущество над какими-то. У нарративных явно есть преимущество над перформативными, потому что нарратив позволяет рассказывающему вставлять, и мы увидим это в протаголе, вставлять в сам диалог замечания, которые не могли бы быть, если бы диалог разыгрывался на наших глазах. То есть, кто как на кого смотрит, кто как реагирует, и так далее, и так далее, и так далее. Далее. Вы понимаете, что если мы делим диалоги на группы, значит, диалоги друг с другом как-то связаны. Вот один способ связывания диалогов друг с другом. Это потому, являются ли они нарративными, перформативными или смешанными. Другой способ связывать диалоги с друг другом, это тематика. Ну, например, тема смерти Сократа. И тогда у нас появляется, например, такая цепочка, если мы берем суд и гибель. Евтефрон, Апология, Критон, Фидон. Очередь к суде, суд, тюрьма за несколько дней до казни, за два дня до казни, казнь, день казни. Если мы берем более глобальное деление, ну, например, скажем, политические, в кавычках, диалоги, то есть диалоги, где Сократ строго говорит о политическом, то у нас получится другая цепочка. Это будет Апология, это будет Критон, это будет политик, это будет государство, это будут законы, если вы считаете, будет послезакон. Аминус входит в закон? Аминус не входит в платоновский, в платоновский корпус. Вот, но вообще, да, аминус тогда бы тоже был. А где они там рассуждаются? Если вы немножко расширите критерии или уточните критерии, у вас получится, что практически все идеологи войдут в политические, это несложно сделать. Там, где, например, Сократ обсуждает в Миноне идею припоминания, помните классическую сократовскую идею припоминания? Вот кто-то помнит, отлично. Казалось бы, но абсолютно далекая идеалистическая картина, идеи, душа припоминает идеи, которые она видела после еще до рождения или там после смерти, поднимаясь выше, если она хорошая, опускаясь ниже, если она плохая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, с кем идет разговор? С Миноном. Если вы знаете, кто такой Минон, а для этого достаточно открыть, она пасет к сенофонту и увидеть, что Минон это тот самый предатель, который отдал стратегов греков на растерзание брату Кира-младшего. То есть Минон это архипредатель. То выяснится, что этот диалог не может быть об идеях. С архипредателем об идеях не разговаривают. Нужно понять, то есть смотрите, нужно ответить на вопрос и диалог действительно должен ответить, почему он стал архипредателем. Но это политический вопрос, потому что он предал войско, предал родину, предал своих. Своих в смысле политически своих, в своих смысле сограждан, потому что Минон и ксенофонт и большая часть конфлигента это афиняне. Есть другие способы делить. Например, если мы возьмем какую-то деталь, ну скажем, место встречи и формат встречи, то увидим, что протагор и пир являются зеркальными отражениями друг друга. В протагоре беседа происходит начиная с раннего утра и заканчивая ближе уже к вечеру. В пире наоборот. Беседа начинается ночью и заканчивается к утру. В протагоре, когда Сократ с Гиппократом пытаются войти в дом Калия, их не пускают, дверь закрыта и они прилагают усилия. В пире напротив дверь полностью открыта. В протагоре их встречает Евнух, в пире их встречает мальчик Раб. Чувствуете разницу? Причем, мальчик Раб добрый, а Евнух злой. И так далее, и так далее. Ну и конечно, и там, и там, вы можете даже попытаться, да, следующим спросом связать по присутствующим, действующим лицам. Например, алкивиад. Действие алкивиад. В пире, в протагоре и в двух алкивиадах. И у вас получается четкая цепочка. О ней поговорим еще отдельно. В пире был Аристафан, но его нет в протагоре. Зато в пире был Агафон, и он есть в протагоре. И еще пара личностей, присутствующих в протагоре, есть в пире. Вы можете попытаться понять, с кем ведется беседа. То есть, какой уровень помощи, в кавычках, как мы уже понимаем, оказывает Сократ. То есть, насколько хороший человек перед ним находится, если таковой находится. Связывать диалоги между собой действительно интересно, и считать их в группах действительно интересно. Потому что тогда вы понимаете определенную картину. Потому что тогда вы понимаете определенную связь. То есть, видите, что Платон дает связь, и эта связь должна быть учтена, и, соответственно, все диалоги должны быть прощены в связи друг с другом. Есть куча технических деталей, о которых надо поговорить. Скажем так, я их уже для вас воспроизводил, но кто-то уже давно это от меня слышал, кто-то слышал недавно, поэтому я позволю себе повториться. Помимо идеализации Сократа во всех диалогах, мы также должны помнить, что ни один из участников диалога не может выражать точку зрения Платона по умолчанию. И уж тем более это не может быть Сократ. Если бы Платон хотел передать свою точку зрения прямым текстом от одного из участников, зачем ему нужны были бы все остальные участники, он бы написал трактат. Поэтому точка зрения Платона всегда шире, чем те точки зрения, которые мы видим в диалоге. И мы всегда должны будем, особенно в Протагоре, раз мы берем пример Протагора, мы всегда должны будем двигаться дальше, чем двигаются участники диалога. Особенно учитывая, что у нас в отличие от участников диалога есть великое преимущество. Мы всегда можем вернуться назад, мы всегда можем перепрочесть, посмотреть повтор, ну повтор еще будем бросить внимание, то есть как меняется при повторе что-то, как оно мутирует, где логические ошибки, для Протагора это особенно актуально, потому что там все логические ошибки, там ничего нет, ничего нет того, чтобы не попадало в категорию. Нет, не только для Протагора, да, но мы-то трогаем Протагора. Подмена понятий, да, 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 да. Следующий шаг, помимо уже указанных, что мы еще, на что мы еще должны обращать внимание, конечно, на обстоятельство беседы. Каковы условия диалога, где он происходит, когда, в каком времени, то есть когда, я имею ввиду, днем, ночью и так Каковы обстоятельства диалога? То есть является ли Сократ вынужденным собеседником? Случайным собеседником? Или он сам кому-то подходит? Сколько лет Сократу в этот момент? Потому что молодой Сократ и старый Сократ – это все-таки разные вещи. Хотя всегда помните, что это всегда идеализированный Сократ. И самое важное, что мы должны помнить – это, конечно, цель Сократа. Почему цель Сократа важна? У всех у нас в жизни есть определенная цель. Или в конкретной ситуации есть определенная цель. Но мы не всегда ее добиваемся. Проблема с Сократом заключается в том, что Платон, его идеализировав, идеализировавший в кавычках, и сейчас мы прочтем из ксенофонта отрывочек, показывает, что Сократ всегда достигает своих целей. Не бывает иначе. И поэтому нельзя пренебрегать целью Сократа. Нельзя пренебрегать целью понять, что Сократ делает. Зачем он делает то, что делает. Для того, чтобы понять, почему цель Сократа важна, мы должны, собственно, открыть меморабилию, то есть воспоминания о Сократе. Книга 1, глава 2, параграф 14. Достаточно. Со всеми собеседниками своими он делал, что захочет. Никто не может победить Сократа в беседе. Но Сократ ничего не делает, кроме как разговаривает. Поэтому Сократ всегда достигает своей цели. И это, собственно, заметьте, это свидетельство от ученика, лично знавшего Сократа, и считающегося более реалистичным, более реалистично подходящим Сократу, чем Платон. На что мы должны обращать внимание уже в технических деталях самого диалога? Конечно, мы должны обращать внимание на повторы. Повтор одной и той же мысли никогда не является повтором. Либо что-то добавляется, либо что-то исчезает, либо происходит и то, и другое. Повтор всегда что-то проясняет. Надо только понимать каждый раз, что именно. Второе. Мы должны обращать внимание на противоречия как участников диалога, так и самого диалога в целом. Противоречия, опять же, это пропедевтический, наверное, способ, или давайте я скажу, педагогический способ обучения. Заставить читателя остановиться и подумать, какая же из противоречащих профиг зрения является верной, какая неверной. Хотя может случиться такое, что обе они неверны, и мы должны будем вывести третье. Клятвы. С собаками тоже считается. Сократ бывает клянется и так. Помните, там у нас где-то собака даже севцом клевась. Такое тоже было. Клятвы – это способ подчеркивания утверждения, способ восклицания. Понятно, что никаких тройточий восклицательных знаков не было, поэтому клятва – это хороший способ увидеть, где делается ударение автором. Или, по крайней мере, не автором, а героем диалога. Следующий шаг – это центральная позиция. При любом перечислении, даже в плане, центральная позиция играет решающую роль, но надо всегда быть аккуратным с ней и надо смотреть, чтобы не попасть в игрушку. Например, перечислений ведь может быть и четное количество, и тогда что именно будет центром. План диалога, о котором мы уже говорили, не вскользь. Хорошо бы обязательно по итогам прочтения составить детальный план и посмотреть, как двигается беседа. Почему это важно? Потому что, если вы когда-либо в своей жизни составляли план перед тем, как делать какую-либо работу, вы видите, что план максимально логичный. Что вы не пропускаете в плане шаги. Но если вы составляете план диалога, любого причем, вы вполне можете увидеть ситуацию, что какие-то логические шаги пропущены. То есть, вам кажется, что после позиции такой-то, должна следовать логический следующий шаг. А он пропущен, его нет. Тем самым вы понимаете указания автора, что вы должны делать. Ну и, наконец, вы должны помнить об иронии. Найти которую сейчас очень сложно, если собеседник не реагирует. Сократ всегда может быть ироничен. Вы помните, да, три метода сократических? Моэфтика, диалектика, ирония. Мы посмотрим на примере Протагора обязательно, как работает ирония. Потому что Протагор – это единственный на моей памяти диалог, где Сократ говорит, зачем ему нужна ирония. И это будет, я бы сказал, максимально интересно. Он, кстати, предложит Протагору иронию в качестве метода, но Протагор откажется. Протагор не понимает иронии. Следующий шаг. Мы уже переходим непосредственно к самому Протагору. И задаемся довольно простым вопросом. Когда происходит Протагор? Ну, раз уж мы говорили, что надо выяснять дату диалога, то еще до начала чтения было бы неплохо выяснить, когда именно. Когда происходит Протагор? Ну, я не буду вас мучить, вы, наверное, не знаете. В 33-м? Вот, кто так подготовился? В 33-м или 32-м? Скорее в 32-м, чем в 33-м. В 433-м, почему это 432-й? Давайте так даже, чтобы было интереснее. Почему эта дата так важна? Война не такая? Нет, потому что в 431-м начинается война. Война – это все. И вы увидите это, если вы попробуете прочесть Протагора, а после него обратиться не к ним диалогам, которым следовало бы логически, а к диалогам типа государства и Хармид. Хармид происходит, собственно, сразу после поражения под Патидерей. В Хармиде вы единственный раз в жизни увидите, как Сократ ругается. Причем на одного и того же человека, причем дважды. У Ксенофонта есть момент, когда Сократ ругается, называя дураком одного человека. Какой же человек? Это сам Ксенофонт. Все. Здесь на одного и того же человека Сократ будет ругаться дважды. А Ристофан? Нет, Аристафан не берем, что-то. Аристафан не берем. Ну, Аристафан ругается на дурака. Ну, это же совсем другое дело. А там он ругается на Крите. И тогда вы увидите драматические изменения, происходящие из-за поражения в войне. То есть, Сократ, который думает, в кавычках думает, что знание, помните, это классическое, что знание есть добродетель, да? Что знание делает человека мужественным. Как это высказано в протогории. После поражения под Патидеей и поражения в войне, в государстве говорит, и что? Помните, да, наше замечательное развлечение? Мы еще вспомним про него. Ну, в общем и целом, разводит добродетели и говорит, нет, ни в коем случае, так не может быть. Мужество и мудрость противопоставлены друг другу и четко отделены от умеренности и справедливости. И новое государство, которое будет строиться после поражения в войне, оно четко отделит людей, которые могут быть умеренными и справедливыми. То есть, рабов и крестьян от тех, которые могут быть мужественными и мудрыми. То есть, стражей и царей-философов. И не просто проведет между ними четкую линию сегрегации, а опустит первую категорию в категорию неграждан. То есть, эти люди вообще никакого голоса не могут иметь в нашем идеальном государстве. Более того, вы видите, что с ними страж может сделать, и царь-философ, естественно, может сделать все, что захочет. Мы об этом поговорим, я вам об этом напомню позднее. Поэтому, это фактически, это самый первый диалог. Это первый диалог, происходящий до начала, за год, до начала войны. Это не единственный диалог, происходящий до начала войны. Что это нам дает? Какими Афины были до войны? До начала войны. Самые могущественные империи греческие. Они были на пике своего процветания. Из-за гигантской казны Морского Союза в Афинах начали воздвигаться бесконечный храм. Ставятся бесконечные статуи и так далее, и так далее. Город преобразился, он стал каменным целиком уже совсем. Причем нормально, белокаменным дорожать. Потому что понятно, что все они были из глины и гумуса. От дома я имею в виду. Но теперь он стал настоящим каменным, мраморным даже отчасти. И в этот момент, в момент пика, Сократ обращается против, вы же просили диалог, против протогора. Почему обращение против протогора так важно? Почему, смотрите, сколько софистов присутствует в диалоге? Три. Протогор, Гиппи и Продик. Но Сократ не обращается против Гиппи и Продик. Особенно не против Продика. Он обращается против протогора. Если вы посмотрите на диалоги платоновские, на название диалогов, вы увидите, что диалогов, посвященных протогору, сколько? Один. А Гиппи? Два Гиппи больше, и Гиппи меньше. А Продику? Ноль. И наоборот. Давайте сразу забежим вперед. Подумайте над тем. Значит, смотрите. Софист, которого Сократ любит. Софист, которого Сократ не любит. И Софист, которого Сократ не уважает. Два диалога, один диалога, ноль диалогов. Подумайте теперь из участников, из присутствующих молодых людей. Есть ли диалоги, названные в их честь? Ну, например. Алкивиад. Сколько алкивиадов? Два. Не-не-не. Нет-не. Кто еще присутствует? Мы внимательно читали. Присутствует Критий. Есть ли диалог, посвященный Критию? Нет. А нет. Есть ли диалог, называющийся Критий? Нет. Не открывали вы, да, ничего. Открываете четвертый том, содержание, и ведите диалог Критий. Но только это не тот Критий. Есть диалог Хармит, посвященный разговору с Критием, но он не называется Критий. Почему Протогор так важен? Ну, все считают его мудрым. Он не просто мудрый. Он, во-первых, первый. Заметьте, что там сидят Гиппий и Продик. Но Протогор говорит, я всем вам горжусь в отцы. Он первый, если мы открываем диаген ЛАРЦ, кто стал брать деньги за обучение. При том, что самого его Демокрит обучил бесплатно. Раз. Причем помните, да, что Демокрит сам ученик Анексагора. То есть, это физическая традиция номер один. Помните, кто такой Демокрит? Атомист. Да, 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 да. В чем проблема с атомами? Решающая для нас с вами политически. Атомные боги, конечно. Если существуют атомы, то боги сделаны из атомов. А это значит, что боги не вечны. Они когда-то были созданы. И значит, когда-то распадутся. Только атомы вечны. То есть, Протогор наследник серьезной такой физической традиции. Первый софист. Следующее. Протогор успешен как софист. Гораздо более успешен, чем Платон. Потому что он осуществил мечту Платона. По просьбе Перикла. И это важно. Протогор дает законы колонии Турини. Перикл. В свои времена открываете Плутарх Периклов 11. И читаете, что Перикл пытался успокоить народ. Еще и тем, что создавал постоянную колонию. Вот одна из этих афинских колоний Турии. Для нее был специально, для того, чтобы дать ей законы, специально был приглашен Платогор. То есть, Платогор еще и законодатель. В том смысле, в каком он всегда хотел быть Платоном. И в том смысле, в каком, например, должен был стать афинянин из закона. Следующий шаг. Там же в Плутархе, Перикл 36. Мы видим, что Периклов советуется с Платогором. Долго советуется. По поводу интереснейшего дела. Я прислал вам Плутарха. Нет, хорошо. Значит, я сам расскажу вам, что к чему. На играх, устраиваемых в Афинах, один из атлетов, метнув дротик, убил человека. Ну, тот, видимо, выбежал туда, куда не следовало выбегать. Стал серьезнейший вопрос. Кто виновен в этом убийстве? Тот, кто выбежал, тот, кто кинул, или у строителей игр, которые допустили, чтобы какой-то дурак выбежал на поле, когда туда метают дротики. Перикл целый день посвятил обсуждению этого вопроса с Платогором. Плутарх интересно дает замечание. Мы узнаем это от сына Перикла, который подал в суд на Перикла. Мы еще узнаем, что сыновья Перикла те еще глупцы. Но почему это важно? И здесь вы должны открыть Фукидида, замечательного. Книга первая, 126. В течение этого времени пилокональцы отправляли к Афинам посольство с жалобами, чтобы в случае оттуда чем-либо иметь возможность более основательный предплох по имени. Так, прежде всего, ухудшимый афинян, как этот период, афинян, через своих послов изгнаний, был ухудшим против богини. Прочнемство состояло... Богини Афины, естественно, да? Других не бывает. Ну, в Афинах точно. Был афинянин-пилон, в гиги на Олимпийских состязаниях в 1640 году. Человек древнего знатного рода и влиятельный. Он женился на дочери Неверянина Феогена, около 6, 1925-го. В то время бывшего тирана-вникана. Когда Эфилон попрошал нефинский орафр, тот дал им прорицание захватить афинский окропы во время величайшего праздника Терса. Эфилон получил ответственно войск, поговорил о своих друзей, и когда наступили Олимпии, празднуем его в Пелопонессе, захватил округу с целью сделать тиран. В празднество это он считал величайшим зерсовым праздником и имеющий належащее отношение к нему как победителя на олимпийских состязаниях. Именно ли кто-то орафр наибольший праздник в Атике или в каком-мином месте, то он в то время об этом не рассуждал, да и орафр не открывал этого. Дело в том, что афинян за городом бывают и астии, называемый величайшим праздником зерса милостилов, причем от имени всего народа приносятся не крупные жертвенные животные, но местные жертвы. Терсон, полагая, что он правильно понял изречение орафр, поступил в делу. Узнав об этом, афиняне всем народом устремились спалить против Терона и его соумышленников, и расположившись у Акрополя начали осаждать его. А сады тянулось, и большинство афинян, утомленных к Киеву, ушли, предоставив иметь термофунктам, сторожить Терона и даже неограниченные полномочия на все прочее по собственному усмотрению. В то время большая часть административных функций принадлежала Акрополу. Между тем, соумышленники Терона терпели во время осады крайнюю нужду от недостаточной воды. Поэтому Терона и водки вот таком бежали, а остальные из них уже многим нынамели от голода. Будучи в стесненном положении, сели у Акрополя на Акрополе в качестве молящих о защите. Сели у Акрополя, потому что нельзя убивать в храмах. Угу. Но когда они выбили их оттуда, то всех перебили. Кроме того, они лишили жизни еще нескольких человек, усевшихся на пути подле Алтарии, почтенных богиней. Отсюда и сами убийцы их потомства получили название нечестивцев и величайших преступников перед богиней. Этих нечестивцев изгнали тогда и обвиняния, а впоследствии потомков их изгнал. И Перикола достаточно. Иными словами, для Перикола этот вопрос важнейший. Кто виноват? Можно ли возложить вину за кощунство, за святотатство на самого Перикола, вину его предков? И беседа с Протагором показывает, насколько важным был для Перикола Протагора. Следующий шаг в 319а Протагор, а вы откроете 139 Фукидида, 1-139-4 и откроете Илиаду, кто-нибудь еще, 9-я книга, 9-я песня, 443-я строка. Давайте я начну. Вот что говорит Протагор в 319а. Наука же это смышленность в домашних делах. Это он говорит о том, чему он обучает. Умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных. Благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства. Эта формула в поступках и в речах, то есть в словах и делах, мы встречаем ее всего в двух местах еще. У Фукидида и у Гомера. Вы нашли Гомера? Дубы в речах, дубы в речах, в любите и делайте, и делайте, и делайте. Это учитель Ахиллеса обращается к Ахиллесу. Свойство быть великим и в слова, и в дела – это свойство Ахилла, величайшего героя древности. Это же свойство принадлежит и… Прошу вас. Многие выступали с ильчанами, причем голоса разделились. По мнению одних следовало воевать, по мнению других, становление на Горианах не должно быть помехи миру. В таком или в этом мире. Выступил также Перикла с инициатива, в то время первый человек в Ахилле, самый могучий и слон и делал. Да. Это свойство Ахилла, это свойство Перикла, это то свойство, чему Протагор обещает научить любого юношу. Ну, не любого, своего ученика, давайте так скажем. Смотрите, какая прямая связь между Протагором и Периклом. Причем надо понимать, что здесь Протагор противостоит всем остальным софистам. Для этого вы должны открыть Аннабасис. Третья книга, глава шестая, параграф шестнадцатый. Речь идет о Проксине, друге Ксенофонта, пригласившем его в поход десяти тысяч. Ксенофонт прямо говорит, Проксин был учеником Горгия, и он верил вслед за Горгием, как его Горгий и учил, что единственное, что необходимо политическому лидеру или лидеру вообще, это риторика, умение убеждать. И действительно говорил Ксенофонт, хорошие солдаты и командиры без особых проблем подчинялись Проксину, но плохие солдаты и командиры отказывались это делать, а Проксин, в свою очередь, не был приучен их наказывать. То есть Проксин, наученный софистами, верил, что политика и риторика совпадают, что только слово является решающим для политика. В то время как Ксенофонт, который потом это войско поведет и доведет его до конца, я даже чуть ли помню, не основает собственный город у Черного Моля, наученный Сократом, обладает и словом, и делом, то есть он умеет не только убеждать хороших, он умеет еще и наказывать плохих. И вот Протагород, как мы выясняем, в противопоставлении остальным софистам, в частности Горгию, как раз таки и обещает, что его учение – это учение и о слове, и о деле вслед за Ахиллом и Периклом. Но успех Протагорода заходит куда дальше, чем нам кажется. По крайней мере, куда дальше, чем это показывает диалог. На самом деле, последние исследования восточной фреске Парфенона, где изображен пантеон олимпийских богов, показывают, что диалогия Протагора оказала огромное влияние на афинское представление бога. То есть вот то, что нам, не то, что нам Протагор рассказывает в диалоге, а примерно то, что Протагор рассказывает в диалоге, и стала чуть ли не официальной афинской религией. Или так или иначе оказала существенное влияние на официальную афинскую религию. То, как боги взаимодействуют, за что они отвечают, как друг с другом связаны – все это есть результат влияния Протагора. Афины – периода своего максимального расцвета. Перед гибелью, да, помните, как это обычно бывает? Мы достигаем пика перед падением. Этот пик достигнут. На следующий год, в 431-м, начнется война и все закончится. Все погибнет. Ну, там сразу начнется чума, погибнут травы, будет поражение, погибнет строй, он переродится, переродится еще, еще, еще и так далее. Это будет военное поражение, которое лично Сократа затронет поражение под Патидея, и до него нужно будет бежать. Об этом мы, может быть, еще поговорим. Это пик перед Крахом. В этом пике Сократ встречает лучшего софиста и выступает против него. Влиятельнейшего софиста, самого старого из присутствующих. Как он говорит, я всем в отцы горжусь. И выступает против него, против его теологии, против его идей. Но этого мало. В том смысле, что это не просто первое публичное выступление Сократа, в котором Сократ выдвигается вперед. Это публичное, в кавычках, да? Это публичное выступление, в котором присутствует будущий Афин. В буквальном смысле, будущий Афин. И я скажу вам, что это за будущее. Кто присутствует в теологии из людей, которых вы знаете? То есть, смотрите, здесь присутствует будущий развратитель молодежи и нечестивец Сократ. Здесь присутствует будущий нечестивец. Кто? Ну, то есть, неблагочестивец. Протогол. Он напишет книгу о богах, которая будет начинаться так. О богах ничего сказать невозможно, потому что дело это такое темное, а человеческая жизнь короткая. Посмотрите, что там во всей остальной книге написано. Эту книгу сожгут, а его изгонят из города по обвинению в нечестии. Кто еще? Алкевиад. Алкевиад. Будущий новый архипредатель. Главный человек, вокруг которого вращается история войны. Главный человек, вокруг которого вращается история как таковая. Кто еще? Агафон. Будущий поэт-победитель. Кто еще? Критий. Помните Крития? Будущий лидер Тирании 30. Хармид. Помните Хармидра? Будущий соучастник лидера Тирании 30. И один из 30-ти тиранов. То есть смотрите, самый решающий момент, в который присутствуют самые важные люди. Причем из этих людей ни один нехороший. Еще раз. Разводитель молодежи и нечестивец. Нечестивец. Будущий архипредатель. Будущий лидер Тирании 30. Будущий тиран. Будущий соучастник тирана. Что, простите? Команды по спасению Афини. Да, да, да. Что происходит в этот момент там, это явно что-то важное. Что бы там ни происходило. В противопоставлении кому это происходит. Если диалог происходит в противопоставлении протаголов, то прокси, давайте я скажу прокси, да, то косвенно в противопоставлении кому. Мы только что это обсуждали. С кем протаголов связан? С Периклом против Перикла. Почему-то философия, возникающая в момент расцвета, в момент пига, в момент Перикла, ненавидит Перикла, презирает Перикла. Вы поймете это из диалога. Помните, когда Сократ говорит, что же это за Перикл такой, если он ни детей своих не смог воспитать, ни пасынков, не принятых на попечение. Ненависть к Периклу... А в втором Акреаде, он же в качестве примера Сократ предлагает Акреаду Периклу. Это тоже как-то... Это надо смотреть. Помните, контекстуальность решающая. Сейчас я вам прочту из замечательного диалога. Диалог называется Мениксен. Это отдельный том, не из наших четырех, а том, где находятся платонические идеологии, идеологии платоновской школы. Речь идет все так же, все так же об Аспазии. Помните Аспазию, да? Аспазия, помните, кто такая? Я только что вам об этом говорил. Любовница... На самом деле, это муж Перикла. Почему это муж Перикла? А, мы знаем из Ксенофонта. Чем занимается Аспазия? Чему может Аспазия научить из Хамаха? Нет, это из Хамаха. Как воспитывать свою жену? Аспазия знает, как воспитывать свою жену. Очевидно, свою жену Аспазия воспитала. Это первый шаг. Второй шаг, который мы находим уже в Платоне. Страничка 99, 236b. Кто произносит надгробную речь? Что это за надгробная речь? Это надгробная речь Перикла. Аспазия произносит надгробную речь Перикла. Противопоставление Перикла. Но это не так важно. Брошно следующее. Ведь она тоже слухала о том, что ты не сообщил о имени, что афинии собираются назначить раторы. Поэтому она частью интонизировала передо мной. Что следует говорить. Частью же обдумывала это прежде. Когда глава Илья, когда составляла надгробную речь, произнесенную Периклом... Аспазия пишет за Перикла величайший, дошедший до нас документ Перикла. Надгробную речь. Открываете фуки Дидера. Про эту целую диссертацию пишется. Там надгробная речь Перикла. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кто ее написал? Не Перикла ее написал. Ее написала Аспазия. Смотрите. То есть она не просто написала за Перикла эту речь. Она перед Сократом произносит другую, более качественную речь, чем она написала для Перикла. И составила теперь еще несколько речевых и закрытых речевых. И ты мог бы вспомнить, что говорила Аспазия. Остановимся. Смотрите внимательно. Мениксен собирается быть политиком. Собирается избраться. Он еще молодой и так далее. Сократ ему говорит вот такое. Говорит ему, что за Перикла речи пишет его любовница. Где реакция Мениксена? Вам кто-то говорит страшное, что за национального лидера его речи пишет любовница. Ваша реакция? Реакция Мениксена ноль. Почему? Он знает. А он только-только, ему 20 с чем-то лет, он только-только вошел в политику. Это значит все знают. И следующий шаг. Если не ошибаюсь, да. Все учились у нее и вполне могут заслужить от нее по поводу. Она еще и колотит Перикла, если он не заучивает речь до конца. То муж в этой ситуации. В этих прекрасных отношениях. Конечно. То есть представьте, как бы наш величайший национальный лидер. Помните, да, как Фукетит говорит? Это была демократия только по названию. На самом же деле правил Перикл. Так вот Периклом кто-то другой управлял. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. У Плутарха в той же самой Перикле есть замечательный отрывок, где Перикл говорит о Спазии, что ты понимаешь, в чем проблема. Афина управляет миром. Я управляю Афинами. Ты управляешь мной. Наш сын управляет тобой. Получается, несомышленный подросток управляет миром. В чем-то проблема с Периклом. Какая-то очень серьезная. Философия и Перикл несовместимы. Более того, философ, то есть Сократ, отнимет у Перикла самое дорогое, чем Перикл обладает. А, Алкевиада. Алкевиада, конечно. Потому что сыновья Перикла нули. Сам Алкевиад, Алкевиаде первым, мы до этого дойдем, еще называет их дураками. А своего родного брата Клиния называет сумасшедшим. То есть из этой всей семейки только Алкевиад был достойным человеком, и его отнимает у Перикла Сократ. И более того, протагор, находящийся в союзе с Периклом, уничтожает Сократ. Да и сам Перикл, как вы видите из Мениксена, тоже, мягко говоря, страдает от такого подхода. То есть понятно, что тут вы можете почувствовать иронию, но ее точно не почувствовал собеседник. То есть Мениксен уверен, что так оно все и есть, и так всегда, видимо, и было. И никаких проблем с этим нет. Хорошо. Давайте, я думаю, что если у вас нет вопросов, мы на этом остановимся, а уже потом перейдем к, собственно, чтению.